здравствуйте сегодня у нас необычная программа мы сегодня будем с вами готовить праздничный новогодний стол и генеральный спонсор проекта 8 вкусов сеть супермаркетов реми нам предоставил для этого продукты миша ну посмотри что у нас предоставили набрали майонез у нас да что-то для салата редис а это что у нас огурцы и авокадо огурцы авокадо да мы немножко с вами припасли еще краба и икры тобика и это для того чтобы нам приготовить наше первое блюдо это будет салат с крабом и икрой тобика для начала мы с вами помоем наши овощи нам понадобится немножко редиса мой помощник не поможет и димой нам понадобится свежий авокадо свежий огурец аккуратненько нарежем и подготовим наши овощи для нашего салата михаил нарежет нам огурчик кубиком а я займусь авокадо далее мы с вами разрежем авокадо пополам разделим его на две части и аккуратненько начнем нарезать авокадо также кубиком как и миша миша ну расскажи написал ты в этом году письмо деду морозу или нет нет почему еще не писал еще не писал сегодня думаешь а как ты думаешь ты в этом году хорошо себя вел чтобы дед мороз тебе подарил какой-нибудь подарок не знаю не знаешь ты слушал маму или нет тебе помочь сам сам видишь как ты хорошо справляешься давай михаил нарезает у нас огурчики кубиком а я подготовлю редис для нашего салата пожалуйста займись пока редиской я думаю нам огурчика будет достаточно а пока михаил занимается редисом я поставлю с вами вариться яйца да для этого нам понадобится свежее яйцо мы возьмем три штуки тщательно их промоем зальем холодной водой и поставим на нашу плиту на 8-10 минут до полного приготовления в принципе салат у нас уже почти готов можно так сказать нам осталось только до резать наши овощи и засервировать нашу тарелку красиво у тебя получается ты на она готовился вчера на пока папа был на работе да нет у тебя так просто получается да но расскажи тогда если ты подарок еще не заказал деда мороза какие у тебя планы на 2021 год не знаю не знаешь я думал по тренировкам получить фиолетовый пояс фиолетовый пояс на футболе пойти на соревнования соревнования 1 тренировки ты на какие ходишь на футбол и куда а где тебе больше нравится на футболе или на кудо и там и там а как ты думаешь где у тебя больше получается и там и там и там ты такой универсальный да как папа просто да получается теперь нам нужно взять чашечку с тобой аккуратненько сюда положить огурчик и редис весь который у тебя на досточке вот у нас основная база для салата уже готова да мы взяли свежие овощи нам осталось сюда добавить яйцо и зеленый горошек миша ты умеешь чистить яйца давай показывай как это делается бьется да и чистится ну конечно а вообще новогодний праздник это все-таки семейный праздник и наверное нужно собираться дома всей семьей готовить праздничный стол и подготавливаться к встрече нового года михаил мы сегодня с тобой сделаем салат приготовим вкусный десерт сделаем замечательное ароматное мясо получится у тебя яйцо кубиком вот яйцо нет в общем да мы еще папу тоже не очень получилось зато ты хорошо почисти очень давай нарезаю и добавляя его в наши огурцы и редис что ты любишь на новый год кушать больше всего оливье и крабовый салат крабовый салат но у нас сегодня чуть другой к вы салат а ты какой любишь к вы салат я помните в том году мне готовил крабовый салат да я помню что у него входило в этот крабовый салат ракушка крабовые палочки, лимон. Так, еще что? Подожди, это который ты на ракушку у меня выкрадывал, крабовый салат, да? Что еще добавлял в этот крабовый салат? Капусту. Капусту. Помидор. Соли немного. И крабовые палочки. И немножко майонеза. Пока Михаил нарезал яйцо, перекладывал яйцо в чашечку, мы с вами подготовим наш зеленый горошек. Нам его немножко нужно промыть горячей водой, да? И он, в принципе, готов для того, чтобы менять пищу, да? Как бы. Далее нам нужно с вами заправить его майонезом, либо домашним соусом на основе яйца и масла, да? И аккуратно здесь сферовать тарелку. Бери тарелку, папа тебе сейчас поможет. Выкладываю на него формочку. Мы имеем яйцо, огурец, редис, зеленый горошек, да? Добавим майонез для того, чтобы это все связать. Михаил аккуратненько возьмет ложечку и замешает все это дело. Хорошо. Праздничный салат или нет? Похож на праздничный? Да. Новогодний салат? Похож же, как будто на елку куча игрушек навешали. На елку кучу игрушек навешали? Ну, мишурой все закидали. Молодец. Выкладываем авокадо. Далее Михаил выложит наш салат. Получится у тебя? Ну, давай попробуем вместе, если что. Папа поможет тебе. Добавим туда крабового мяса. Помогай, папе. И сверху мы украсим все это икрой топика. Можно украсить красной икрой, а можно украсить просто зеленью, да? А давай так же. Михаил, ну салат у нас готов? Да. Он похож на новогодний салат? Да. Ребята, мы с вами приготовили замечательный, простой и с помощью моего маленького помощника новогодний салат с крабом, свежими овощами, авокадо и икрой топика. Это наше первое блюдо для новогоднего стола. Артлофт Фокуси приглашает вас на новогодние фотосессии в интерьерной кухне. Наш зал прекрасно подойдет для создания индивидуальных, семейных и романтических фотографий. Украшайте имбирные пряники, открывайте шампанское, блистайте в вечерних нарядах. Мы находимся на первом этаже дома Атлантис 2 на Тигровой 16А. Стоимость аренды фотостудии 1700 рублей в час. Сейчас мы с тобой будем готовить наш десерт, потому что он будет готовиться немножко дольше, да? Если вы дома готовите, то в приоритете всегда готовить блюда, те, которые запекаются, их немножко раньше, для того, чтобы потом потратить свое свободное время для приготовления какого-то еще следующего блюда, более легкого. Михаил, для этого нам понадобится с тобой слоеное тесто, мука, свежие яблоки. Какое мы блюдо-то с тобой будем готовить? Как ты думаешь, со слоеного теста муки и яблок? Наверное, штрудель, нет? Да. Да? Нам понадобится изюм, орехи, немножко меда, и мы возьмем с вами панировочные сухари, для того, чтобы связать нашу массу. Тесто мы возьмем слоеное, бездрожжевое, да? Нам предоставила сеть супермаркетов Рэми. В принципе, в любом магазине этой сети вы можете приобрести это тесто. Для начала мы сделаем с вами правильную раскатку нашего теста. Нам понадобится немножко муки. А ты вставай здесь яблоком. Возьми салфетку, вытой яблоки, хорошо? Чтобы они не были влажными. Хорошо. Молодец. Нам понадобится кусочек теста. Мы с вами аккуратненько его правильно раскатаем. Мы возьмем обычную скалку, неважно, какая у вас есть дома, любая, домашняя, либо от бабушки какая-нибудь осталась. Нам нужно сделать с вами самое главное правильный прямоугольник, чтобы он был у нас ровный и тесто было правильно раскатано со всех сторон. Михаил чистит яблоки, а папа раскатывает тесто. Ну давай, нарежем с тобой яблочки. Я тебе покажу, как резать. Возьми себе яблоко. Вот так по чуть-чуть срезаем. Получается у тебя? И нарезаем его. Давай я тебе нарежу. Вот это вот. Ты порежешь. Вот так вот. Смотри, как режем. Все, понял. Все, давай. Мы режем яблоки с вами не сильно мелко, да, и не трем их на терке, дабы оставить ихнюю сочность внутри. И передать этот вкус в этот штрудель, который мы с вами готовим. Миш, ну мы с тобой выяснили, что письмо ты Деда Морозу еще не написал, не успел, да? Да. Расскажи, а кто у тебя? Ты вот с мамой живешь, с папой? С мамой, с папой. Может быть, всем интересно. С двумя бабушками. И с сестрой младшей. А сестру как у тебя зовут? Ева. Ева? А ева чем занимается свободно? Танцами и пением. Танцами и пением? Она хочет стать актрисой? Похоже, да. Похоже, да? А ты думаешь, у нее получится это сделать или нет? Думаю, да. Ты хорошистый или отличник? Я хорошистый, отличник. То пятерки, то четверки. То пятерки, то четверки? Да. А что тебе больше всего нравится в школе? Какие предметы? Математика, физра, литература, окружающий мир и английский. И английский? Да. Давай мы с тобой добавим яблоки. Маштрудин. Теперь ты займешься орешками. Мы возьмем с тобой грецкий орех. Я думаю, столько нам будет достаточно. Посмотри, нету ли там косточек? Нету. Нету? А ну, не горькие, нет? Нет. Ну как, вкусные? Средние. Средние, да? Давай вот так порежешь их тогда. О, говоришь, нету ничего, видишь? А папа сразу нашел, да? Немножко порежешь орешки, да? А я займусь изюмом. Мы возьмем с вами на это количество яблок где-то по горстке изюма и орехов. Да. Добавим это все сюда. О, изюм уже полетел. Изюм уже полетел. Мы изюм не будем предварительно замачивать, потому что яблоки дадут очень достаточно много сока, да? И наша задача сейчас забрать с яблок весь лишний сок, чтобы он не выпьет у нас под наше тесто и в нашу струю. А какую профессию ты хочешь выбрать, когда станешь таким же взрослым, как папа? Футболист. Футболист? Ты все-таки настроен, да, стать футболистом? Угу. Но может быть, все-таки есть еще какие-то желания, допустим? Что-то создавать, создать? Ну, я был сначала пожарный, потом архитектор, а вот уже теперь футболист. Это почему? Это все с годами, да, к тебе приходит? Пожарник, МЧС, футболист? Да. Ну, вообще, мое первое желание было стать строителем, а нет, первое желание было стать тренером, потом стать строителем, потом стать полицейским. Уже много, какие профессии перебрал, почти все. Давай помогу тебе закончить с орехами. Для того, чтобы наша начинка оставалась плотной и не отдавала очень много воды, мы добавим немножко сухарей панка, да, корейские сухари, они, в принципе, есть в продаже у нас везде, да. Они свяжут наш штрудель, немножко сладости, и мы добавим с вами мед. Кто-то добавляет сахар, я добавлю мед, мне нравится мед. В принципе, достаточно. Все, и аккуратненько это все замешаем. Разве аккуратненько? Ну, тазик, Виш, не очень у нас большой с тобой сегодня. Уже полетело все. Ты мне будешь помогать, да? Ага, ловить буду. Вот, мы будем добавлять с вами сюда нашу начинку и закручивать рулет. Для того, чтобы придать нашему штруделю правильную форму, мы воспользуемся таким лайфхаком, это циновка. В принципе, она всем знакома у нас на Дальнем Востоке. Те, кто занимается приготовлением роллов, там, либо дома есть подсервировочные циновки, для того, чтобы сервировать стол. Мы с вами зададим правильную форму нашему штруделю. Он такой-то прямоугольный. Конечно. Мы сделаем с вами немножко надрезов. А тут уже есть надрезы. Да, уже есть, видишь, немножко порвался, папа. Для того, чтобы при запекании лишний воздух и испарение выходило через наше тесто. Мы включили наш духовой шкаф на 200 градусов, на жар сверху, жар снизу. Осталось выложить наш штрудель на духовой противень. Мы подложили пергамент для того, чтобы он не прилип. Выкладка идет обычная, да? Сейчас мы смажем с вами его яйцом и поставим запекаться. Поставим с вами на 25 минут в наш духовой шкаф до готовности. В Рэми всегда вкусно. Продукция собственного производства Рэми. Салаты, фастфуд и кулинария. Со скидкой 40% с 8 часов вечера и до закрытия магазина. Рэми всегда выгодна. И нам осталось с вами приготовить наше финальное мясное блюдо. Для этого нам понадобятся шампиньоны. Мы взяли с вами мороженое. Можно взять также свежие. Нам понадобится капуста пак чой, немножечко карри, сливки, хороший кусок телятины и свежие томаты. Михаил, я попрошу тебя почистить мне 3 зубчика чеснока, пока я буду заниматься мясом. Я попрошу тебя помыть нашу капусту пак чой и разобрать ее на листочке. О, мое любимое, разбирать капусту. Добавили немножечко соли, немножко перца, немножко масла, да. Руками подмариновали это мясо. И дадим ему немножко отдохнуть. Нам понадобятся также с вами грибы, шампиньоны. Мы их немножко замочим водой, для того, чтобы убрать снегглазировку, да, ледяную. Капуста у нас готова, нам понадобится соус карри, немножко сливок, наша телятина и свежие томаты. Помой пока помидоры. Папа вкручит печку. Даже уже запахло штургелем. Да, вытирай помидорки. Пока у нас с тобой греются наши сковородки, может быть у тебя есть какая-нибудь интересная история либо с жизни, там, с школы, либо с секцией, там, где вы с ребятами что-то шкодничали, о чем я не знаю. Ну, я стояла на воротах, это была самая, честно говоря, борьба и ворота, когда мне мяч прилетел вот сюда, это было очень больно. В грудь? Ты что-то вот мама мне недавно рассказывала, что тебе гугу разбили, по-моему. А как ее разбили тебе? На футболе тоже. Мяч попал сюда, я его поймала, и его хотели бы я ногой выпнуть. Тебе ногой в лицо попали? Нет, не ногой, а мяч в отбородок. Ты нормально себя чувствовала? Справился? Да, я просто набрала воды, в рот воды и посидела так. Ну, ты не испугался крови? Просто обычно дети крови боятся, начинают там. Маму искать там, нет? Или у вас такие сильные пацаны все в команде? Нормальные, хорошие, сильные. Хорошие, да? Да. Никто не жалуется, да? Вы одной командой играете, да? Вы чаще побеждаете всех или нет? Ну, вот вчера у нас был счет 1-1. 1-1. Ты больше в поле бегаешь или на воротах стоишь? То в поле, то на воротах. У меня два места, это поле и ворота. А где больше нравится? И на воротах, и на поле. И на воротах, и на поле? Да. Нам с тобой нужно что сделать? Нам нужно начать жарить грибы. А также у нас с тобой готов гриль. Вставай, иди ко мне. Мы с тобой будем жарить нашу телятину. Мы сделаем красивую сеточку на ней. Мы с тобой добавим немножко капусты пак чой, которую ты уже для нас почистил, да? Есть там еще у тебя капустка или все? Или ты маленькую себе оставил? Для украшения стола. Для украшения стола, да? Угу. Вот, говядина наша жарится, да? О, еще сливье. Чеснок стал. Ты любишь мясо есть? Я да. Мясо? А какое ты любишь мясо есть? Это. Это, да? Да. Какое ты любишь блюдо, чтобы я готовил? Все нравится. Все нравится? Давай мы добавим. Мы добавим немножко сливок в наш соус. Ой, как красиво. Мы добавим в наш карри пасту. Что-то в нее много. Достаточно будет. И аккуратно помешаем. Сливки начинают испарять свою влагу, да? Влага уходит у них, и они начинают постепенно густеть. Мы добавляем карри пасту и видим, как появляется у нас красивый желтоватый оттенок у нашего соуса. Михаил, ты можешь взять мой нож. И порезать помидоры колечками. Получится у тебя помидоры колечками? Да. Мы добавим еще немножко сливок, чтобы не сильно густо было. Немножко добавим соли. Мясо наше готово, а соус у нас, в принципе, тоже готов. Мы можем серверовать нашу тарелку. Вот такая вот замечательная капуста пак чой. Получилось у нас вместе с грибами. Ставим немножко сливочного соуса, дабы немножко смазать наше мясо. Добавим немножко красного цвета. Вкусное. Телятина, нервно-розового цвета. Мы получили очень хорошую прожарку. В принципе, мы его не пересушили, поджарили так, как надо. Самое интересное, Михаил спустя какое-то время начал есть такое мясо. И предпочитает именно только такую прожарку, как жарит папа. Добавим немножко соуса. Мы с вами приготовили замечательную нежную телятину. Нам, в принципе, не составило это труда. Мы, наверное, потратили минут семь на это все. Угу. Да. Соусом карри, пак чоем, грибами-шампиньонами и красивой вкусной говядиной. Приятного аппетита. Время всегда вкусно. Продукция собственного производства Реми. Салаты, фастфуд и кулинария. Со скидкой 40% с 8 часов вечера и до закрытия магазина. Реми всегда выгодна. Михаил, мне кажется, у нас десерт уже готов. Да. Да? Давай посмотрим его все-таки. О. Наш десерт готов. А мы с вами видим красивый золотистый окрас нашего теста. Окрас. Это как у кошки, да? Да. Окрас, да? Цвет. Давай правильно говори. Немножко на гепарда смачиваю. На гепарда смачиваю, да? Вот. Нам его нужно с тобой выложить сейчас на нашу досточку и аккуратненько нарезать. Что у нас получилось? Красиво. Вот такой вот замечательный десерт у нас получился. Сейчас мы с тобой нарежем немножко, да? Давай, добавь чуть-чуть сахарной пудры, да? Угу. Можешь сделать так, чтобы кому-то снегнул? Или нет? Мне кажется, надо просто побольше взять. Вот так. Сделать вот так вот. Вот такой вот простой, несложный, вкусный, а самое главное праздничный десерт мы приготовили сегодня с моим сыном Мишей. Вот такой вот вкусный праздничный новогодний стол мы сегодня приготовили с Михаилом. И мы вас поздравляем с наступающим 2021 годом. С Новым годом!